Сарга 18. Учение об иллюзорных мирах Васиштха продолжил Для эго не существует даже полного разрушения или смерти. Смертью называется временное непроявление своих склонностей. Узри горы и меру, и мандары, как будто несомые ветрами направлений, хотя они и не возникали, и подобны отражениям гор, текущей в воде. Как вложенные друг в друга листья в стволе банана, творения пребывают в пространстве, пересекаясь и не пересекаясь между собой. Рама спросил Слова, узренисомые ветрами горы, мне непонятны. Объясни их смысл, о лучший из мудрых. Васиштха ответил В пране жизненной энергии существует разум, и в разуме существует мир со множеством форм, как в семени существует дерево. Когда человек умирает, потоки его праны сливаются с потоками пространства, как воды реки сливаются с водами океана из-за своей текучей природы. Миры, пребывающие в этих пранах, разорванных ветрами пространства, хотя и являются воображаемыми, как будто движутся в пространстве. Повсюду я вижу, что все направления наполнены потоками пран, сияющими воображаемыми мирами. Посмотри на них видением интеллекта, я вижу прямо перед собой множество гор Мандара и Меру в многочисленных воображаемых мирах. Знай, что в воздухе пространства пребывают праны умерших, у которых существует разум, в котором находится мир, как масло, семени, кунжута. Как в воздухе пространство несет праны, подобные пространству и содержащие себя разум, так же и в нем пребывают и эти миры. Множество этих миров, со всеми существами, небесами, землей и всем прочим, не возникая, наполняет все пространство, как аромат, наполняет собой пространство. Они видятся необычным зрением, но только с помощью интеллекта у рама, как в собственном сне, видится придуманный собственными понятиями город. Они существуют везде и всегда, тоньше даже тонкого пространства. Из-за того, что они по сути являются только понятием, они никак не перемещаются в пространстве. Дживи они кажутся реальными, из-за его ощущения материальности в своих мирах и существующими из-за вездесущности сознания. Как отражение города кажется движущимся, хотя сам город неподвижен, миры в потоке праны видятся движущимися, будучи нематериальными, или же кажутся неподвижными и материальными. У рама как ароматы плывут с ветром, так миры, пространственные по своей природе, плывут с потоками пран. Когда передвигается горшок, пространство внутри него не движется, и также в атмане, чистом сознании, нет никаких изменений, когда движутся понятия в разуме, созерцающем иллюзорные миры. Таким образом, иллюзия мира нереальна. Она возникает как нереальность, и поэтому не возникает и не разрушается, будучи только самим прахманом. Но даже если мир возник, для находящихся в нем неизвестны ветра, несущие его, как для находящегося в движущейся лодке, не очевидно ее движение. Как не замечается движение теми, кто сидит в лодке, так же не замечается движение мира теми, кто пребывает на земле этого мира. Как огромные пространства различных мест запечатлены в небольшой картине, так же мир пребывает в крошечной частице. Для глупого человека даже маленький предмет может стать очень важным, как мышь в сокровищнице, будет рада рассыпанному зерну, а не богатству, а дети – новым глиняным игрушкам. В иллюзии, называемой миром, в котором совершенно нет реальности, все законы этого мира и все находящееся в нем – только огромное заблуждение. Это нужно и это не нужно. Такие глупости и заблуждения свойственны даже всезнающим. Сознательное существо осознает свои конечности в себе, и так же индивидуальное сознание осознает в себе все три мира. Чистое свидетельствующее сознание, бесконечное, нерожденное и нераздельное, осознает эти миры, как конечности пространства своего тела. Как осознающий металлический шар знает в себе потенциальные формы ножа, иглы и прочего, так же индивидуальное сознание дшивы осознает в себе иллюзию всех трех миров, которые являются только заблуждением. Обладающий сознанием или не обладающий им кусок глины знает горшки, кувшины и прочие глиняные объекты, как свои части, и так же индивидуальное сознание дживы знает в себе мир. Как в семени, сознательном или бессознательном, знает его способность быть деревом, так же в брахмане пребывают все три мира в нераздельном состоянии без объектов. Как зеркало, будь оно сознательным или несознательным, знает или не знает отражение или даже не отражение города в себе, так же брахман осознает и не осознает все три мира. Все три мира состоят только из пространства, времени, действия и материальности, и в этом нет разделения к природе мира и чувства «я». Этими воображаемыми примерами указывается только на один аспект, общий для всех примеров. То, что видится здесь как мир, со всеми живыми существами и неживыми объектами, есть только видоизменение сознания дживы, не претерпевающего никаких изменений. Когда оставлены все понятия в состоянии, где возникают чистые вибрации, между дживой и миром нет ни малейшей разницы, как нет разделения внутри камня. Какие бы проявления, где бы и когда бы не виделись человеком, все они есть только чистое сознание. Без сознания в разуме не могут возникнуть понятия, как в пустом пространстве не может прорасти дерево, зная, что только благодаря сознанию возникают различные понятия и образы в разуме. Все многочисленные и разнообразные проявления, появляющиеся в разуме непробужденного благодаря желаниям, являются пространством чистого сознания, из-за его вездесущности и бесконечности в них нет отдельной реальности. Все понятия, возникающие в разуме пробужденного, как будто и не возникают, они являются пространством чистого сознания, из-за его вездесущности и бесконечности, в них нет отдельной реальности. С детства ощущается, что все понятия и воображения реальны, но кто когда-либо получал то, что воспринимается в сновидениях и фантазиях? Понятия склонности и джива нарисованы сознанием, хотя они ощущаются, они иллюзорны из-за отсутствия отдельного существования и реальности. То, что называется нереальным, становится истиной и освобождением, и это есть благое сознание, сияющее с исчезновением тонкого тела. Ветра носят миры в пространстве, как лепестки цветов дерева и как камни, не носят их, потому что все это только нереальные, несуществующие понятия. Так в этом пространстве, полном бесчисленных множеств всех объектов, пребывают миры, некоторые из которых пересекаются, другие нет. Из-за вездесущности высочайшего сознания, бесконечные формы, наполняющие во множестве все пространство, непостоянные, как капля воды, приходящие, как отражение, пребывающее в нем, подобны огромным городам, воображаемым в пустом пространстве. Хотя они кажутся устойчивыми, они всегда пропадают в один миг, хотя они видятся, они всегда исчезают, хотя они полны света сознания, они окутаны тьмой. Эти миры – волны на поверхности океана сознания. Они кажутся отдельными, но имеют одну природу, как воды рек в океане, или сияние в небесах звезд, солнца, луны и планет. Такова Сарга XVIII, учение об иллюзорных мирах, второй части, книги шестой, об освобождении, Махара Маянна Шри Васишти, ведущей к освобождению, записанной Валмики. Субтитры создавал DimaTorzok